В период Первой и Второй мировых войн многие страны поставляли на поля сражений тяжелые штурмовые танки. Это были настоящие железные сполины, которые использовались для решения сложных оперативных задач. Французский сверхтяжелый танк Шар-2С был разработан в период Первой мировой войны и являлся одним из самых крупных танков по метрическим размерам и самым крупным по величине. Он вступал только колесной боевой машине «Лебеденко», известной также как «Царь-танк». Французский сверхтяжелый танк состоял на вооружении вплоть до 1940 года. Его основной задачей был прорыв укрепленной линии обороны, усиленной различными инженерными препятствиями. Именно поэтому его высокий корпус, охваченный гусеничной лентой, имел ромбическую форму. Такая конструкция помогала машине преодолевать широкие противотанковые рвы, а массивный корпус сносил деревья и тяжелые заграждения. На танке была установлена 75-мм длинноствольная пушка, способная производить до 15 выстрелов в минуту. В качестве дополнительного вооружения были установлены 4 пулемета. Броня танка в период Первой мировой войны защищала экипаж практически от любой противотанковой артиллерии. Даже в начале Второй мировой войны немецкие противотанковые пушки были бессильны против французского танка. Лобовая броня имела толщину 45 мм, борта корпуса 30 мм, корма 20. Танк был оснащен двумя карбюраторными двигателями от «Мерседес» мощностью 180 лошадиных сил каждый, которые размещались в центре корпуса. Экипаж состоял из 12 человек. Командир, водитель, электрик, четыре пулеметчика, радист, механик, помощник механика, стрелок пушки и заряжающий. Внутри танка экипаж общался по внутреннему переговорному устройству. С обеих бортов машины имели специальные люки, через которые экипаж мог покинуть подбитый танк. Серьезным недостатком французских сверхтяжелых танков была низкая подвижность. Если требовалось, их срочная передислокация приходилось задействовать железнодорожный транспорт. В маневренной механизированной войне тяжелые танки оказались практически бесполезными. Их стратегическое перемещение было сильно затруднено. После того, как в 1940 году немецкие войска прорвали французскую линию обороны, эшелон с этими танками был отправлен в тыл. Добраться до места назначения помешал подорванный туннель. Чтобы машины не попали в руки неприятеля, было принято решение их подорвать. По второй версии танки были уничтожены на железнодорожных платформах штурмовиками Люфтваффе. Советский тяжелый штурмовой танк Клин Ворошилов-2 создавался для прорыва фортификации линии Маннергейма. Корпус танка сваривался из брони толщиной от 20 до 75 мм. В движение 52-тонную машину приводил 12-цилиндровый дизельный двигатель В2К мощностью 600 л.с. В первые месяцы войны советский тяжелый танк КВ-2 доставил немало неудобств противнику. Его 152-мм снаряды были способны поражать практически любую немецкую бронетехнику. Остановить советскую машину могла только 88-мм зенитная пушка. По воспоминаниям немецких офицеров из 1-й танковой дивизии были случаи, когда немецкие роты с расстояния 100 метров открывали огонь по наступающим танкам КВ-2, но специальные бронебойные заряды не могли поразить цель. Советский тяжелый танк выдерживал обстрелы из 75-мм пушек, только попадание в гусеницы позволяло вывести его из строя. Но несмотря на успешное применение грозной машины, в первый год войны была потеряна основная часть танков КВ-2, стоящих на вооружении. Причем большая часть потерь приходилась на небоевые инциденты. В первые месяцы войны советские войска столкнулись с большими проблемами в логистике и снабжением горючим и запчастями, из-за чего экипажам приходилось бросать танки или уничтожать их, не имея возможности ремонтировать. Например, 4-я танковая дивизия за первые две недели войны потеряла 22 танка КВ-2. Из-за того, что боевая работа этих машин пришлась на самый тяжелый период войны, до наших дней сохранился только один экземпляр, который находится в Центральном музее Вооруженных сил в Москве. В период Второй мировой войны Великобритания выпустила сверхтяжелый штурмовой танк Тортоис А-39, который планировали использовать для разрушения сильно укрепленных районов. Несмотря на то, что эту машину называют танком, она скорее относится к сверхтяжелым самоходным артиллерийским установкам, так как имеет неповоротную башню, низкую мобильность и мощное артиллерийское вооружение. В 1943 году Великобритания уже не сомневалась, что Германия потерпит поражение, но актуальным оставался вопрос преодоления хорошо укрепленных немецких линий обороны. Британские военные разрабатывали план прорыва западного вала, известного еще как линия Зигфрида. Это была немецкая система долговременных укреплений протяженностью более 600 километров и глубиной от 30 до 100 метров. Линия имела около 16 тысяч фортификационных сооружений, и именно поэтому британским войскам требовался специальный танк, который сможет долгое время находиться под огнем и подавлять огневые точки противника. Так появился на свет новый класс техники – штурмовые танки, в которых основным приоритетом была максимальная броневая защита, но не мобильность. Одной из таких машин стал сверхтяжелый штурмовой танк Тортоис А-39 массой 80 тонн. Он был оснащен бензиновым 12-цилиндровым двигателем «Роллс-Ройс Метеор» мощностью 600 лошадиных сил. Экипаж состоял из 7 человек – командир танка, стрелок верхней башни, наводчик, стрелок лобового пулемета, механик-водитель, два заряжающих и наводчик. Машина была вооружена 94-мм противотанковой пушкой и тремя вспомогательными пулеметами. Пока шла разработка и сборка тяжелого танка, Вторая мировая война подошла к концу. Всего было выпущено 6 образцов, которые на тот момент значительно уступали советскому ИС-3 и немецкому «Тигру-2», который производился с января 1944 года и являлся последним серийно выпускающимся тяжелым танком нацистской Германии. «Тигр-2» был оснащен мощной 88-мм пушкой, которая была способна поражать все имеющиеся на тот момент танки противника на расстоянии до 2,5 километров. Броня, установленная под рациональными углами наклона, довольно надежно защищала экипаж. Среди недостатков «Королевского тигра» был его вес – 68 тонн и недостаточная мощность двигателя. Все это негативно влияло на ходовые качества. Мало кто знает, но инженеры Третьего Рейха разрабатывали настоящего монстра – немецкий сверхтяжелый танк Е-100, который должен был обладать броней до 200 мм, а его масса, по оценкам разработчиков, достигала бы от 150 до 200 тонн. Чуть позже конструкторы Хеншеля снизили ее до 130 тонн. Е-100 планировали вооружить 150-мм пушкой, но закончить грандиозный проект помешал окончательный разгром нацистской Германии. Весной 1945 года недостроенный прототип был захвачен британскими военными, после чего его вывезли в Англию. Инженеры смогли собрать шасси и даже испытать его ходовые качества, выявив слабую проходимость и низкую скорость, после чего Е-100 был отправлен на переплавку. Субтитры сделал DimaTorzok